Продолжение следует... Будем общаться. Ну а пока, Юрий, прошу. На этой точке зрения парад победы, ну это некая реконструкция. Прошли 15 минут там солдаты в старой форме, проехали 34-ки, все. А в какой точке зрения придержитесь вы? Для чего это? А мне кажется, эти обе точки зрения как-то очень сливаются. Действительно, как признают в Кремле, победа 45-го года – это единственная духовная скрепа, которая объединяет пока еще, скажем так, большую часть населения. Как, по-моему, сказала Матвиенко, война нас всех объединяет. И в этой фразе все сказано. Действительно, война всех объединяет. Не уточнено, какая война. Советско-германская, ту, которую сейчас ведет Россия, или, возможно, будущее. Ну, а поскольку действительно такой милитаристский шовинистический угар – очень мощное оружие в руках власти. Знаете, меня один раз на Фейсбуке заблокировали на целый месяц. За что? За то, что я написал политико-сатирическое стихотворение о современной такой агрессивной российской пропагандии. И в качестве эпиграфа взял два высказывания нацистских лидеров. Это Геббельса, который сказал «Дайте мне средства массовой информации, и я любой народ превращу в стадо свиней». И Германа Геринга, который сказал, по-моему, очень толково, что любым народом легко управлять, если ему сказать, что на него хотят напасть, показать врага, а всех пацифистов объявить национал-предателями. То есть, действительно, милитаризм, агрессивная военная пропаганда, которую мы наблюдаем сейчас в России, это очень хороший объединитель населения вокруг власти. Методично Кремль вбивает в головы россиян 24 часа в сутки, что мы осажденная крепость, бьемся против всего мира, что мы единственные защитники каких-то мифических духовных ценностей, хотя до сих пор так никто не объяснил, а в чем исключительность этих духовных ценностей заключается. Поэтому это единственное, что им остается. А ведь, если выбросить триумф 45-го года, ну, еще, может быть, полет Гагарина в космос, что в сухом остатке остается? Хотя и с Великой Отечественной войной, сказать шире, со Второй мировой войной не так-то все просто. Кстати, не случайно наша власть постоянно педалирует на Великой Отечественной войне и очень не любит термин «вторая мировая» по вполне понятным причинам. То есть Советский Союз подступил во Вторую мировую войну в 1939 году вместе с Генос и Гитлером, ну, с разницей всего лишь в две недели. То есть, по большому счету, развязали-то Вторую мировую войну Гитлер и на тот момент верный союзник Советский Союз. Кстати, это одна из причин того, что до сих пор мою книгу о Второй мировой войне, вышедшую, кстати, в Чикаго в 2015 году, до сих пор силовики проверяют на наличие экстремизма, я не знаю, уже там, оправдания нацизма, призывов к экстремистско-террористической деятельности и так далее. Уже четыре экспертизы прошли с положительным результатом, то есть ничего эксперты, специалисты и филологи не нашли, но упорно силовики продолжают это все исследовать. То есть, как я понимаю, очевидно, такие вопросы неприятные для власти поставил. Катынский расстрел, абсолютно позорная Советско-финская война, аннексия Прибалтики, много чего сказать. Тот же самый абсолютно мародерский, совместный с Германией раздел Польши. Так что 45-й год и вот этот самый флаг над Ристагом, это последнее, что остается власти в таких пропагандистских целях. Кстати, по поводу 9 мая, почему я уже туда давно не хожу, на эту площадь. Просто постыдное зрелище, когда на скамеечках для ветеранов уже нет ни одного живого ветерана, а сидят люди чуть ли не 70-летнего возраста. Когда я сказал об этом, ну вы понимаете, живых-то ветеранов нет, а как, что, пустые эти скамейки будут? Ну я предложил вариант, да, пусть пустые скамейки стоят перед соображившими людьми, а на этих скамейках будут портреты или фотографии этих самых ветеранов. Замечательно. Зачем так дискредитировать и опошливать это 9 мая? И потом, раньше такой помпезности не было. Действительно, люди скромно собирались, вспоминали погибших людей. 9 мая поначалу это не был такой праздник, а был день поминовения, скорби по погибшим людям. А сейчас это в такой пышный триумф все превратилось. 22 июня как-то оттенилось. Защитники говорят, ну ведь 9 мая мы празднуем триумф нашего советского оружия, победу, а 22 мы поминаем. Ну что-то я не вижу, что день поминовения как-то так уж отмечается в таком массовом характере. Он вообще где-то на периферию задвинут. Про этих жертв никто не вспоминает. Вот победа, победа, можем повторить и все. Даешь на Берлин. Я полностью с вами согласен, потому что я застал те времена. Во-первых, выходной день, 9 мая, стало это праздником только прибрежнее, в 1965 году на 20-летие Победы. И то тогда праздновали это... Опять же, я сам себя поправлю. Слово «праздновать» — оно неуместно. Это действительно был праздник со слезами на глазах, потому что я еще застал живых реальных ветеранов, которых от этой помпезности воротило. И в этом плане я могу вспомнить слова Андрея Макаревича. Кто всерьез воевал, почему-то не любят об этом. Может быть, потому что об этом в словах не дано. Я больше вам скажу. Я знаю людей, которые воевали и в Афганистане, и в Чечне, и в Первую, и во Вторую Чеченскую войну. Они очень не любят вспоминать о войне, потому что это действительно не повод для помпезности. Но мой вопрос вот какой. Александр, а вот не кажется ли вам, что сейчас милитаристская пропаганда на россиян уже действовать перестала? Я поясню, что дает мне основание для такого предположения. Вот смотрите. Крым наш уже не зажигает. Новороссия уже не зажигает. А Сирии уже забыли. И вот не кажется ли вам, что вот сейчас вот та злоба, которая льется со всех экранов, как вы правильно сказали, 24 часа в сутки, из каждого утюга на Украину, она... Это получается обратный эффект. То есть злоба-то в людях накапливается, а выхода нет. Вспомните, я сейчас поясню. Помните это знаменитое Симоновское? Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Стихотворение 43-го года. Но тогда был вектор. Тогда был выход. А сейчас вектора нет. И вот вам не кажется, что вот эта злоба, она может сыграть очень дурную шутку? В дальнейшем именно для внутрироссийских событий. Накапливаемая злоба, не имеющая выхода. Я с вами абсолютно согласен, что теперь уже Крым наш не катит. Про Новороссию уже давно забыли благополучно. Сирии тоже. Очевидно, просто власть наша в силу своей тупости, может быть, некомпетентности, недальновидности действует просто по накатанному, по инерции. Ничего другого предложить реально не могут. Нет таких у них мокщенных креативщиков. А тут еще все накладывается на ухудшающееся экономическое положение, падение жизненного уровня. Пенсионная реформа тоже для многих стала таким отрезвляющим душем. Я это могу констатировать хотя бы по разговорам с теми людьми, которые еще осмеливают со мной говорить. Я обратил внимание вот на какую особенность. Многие люди уже говорят, что они за Путина не голосовали. Хотя я точно знаю, что это были путинисты. И чем дальше, тем больше. Вот это озлобление в людях чувствуется. Возможно, даже и разочарование. Я так думаю, что если пойдет дело и дальше в таком ключе, то через несколько лет уже очень трудно будет найти людей, которые открыто будут говорить, что мы выступали за Путина. И так далее. Уважаемые господа, у нас есть звонок. Если вы позволите, я приму звонок. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Если бы не было бы этих людей, которые воевали во время войны и которые победили, где бы были мы? И как вам нравится то, что говорил Эренбург? Бей стыком, прикладом бей. Бей чем можешь, но убей. Понимаете, ну, это не оспаривается. Действительно, как говорил Василий Шукшин, победители, ветераны, это святые люди. Они отстояли свою родину. Никто их подвиг не придает забвению. Тут речь идет совсем о другом. Не надо опошлять это все. Я считаю, что многие люди, которые погибли в первые дни войны, которые не дожили до нашего времени, они бы в гробу перевернулись, если бы видели, во что сейчас все это превратилось. Вот идет о чем речь. Просто надо не опошлять их память. Я со своей стороны хочу добавить вот что. К вашему ответу, Александр. Вы понимаете, в чем дело? Я немножко буду сейчас циничен. Той страны, которая была участником антигитлеровской коалиции, сегодня не существует. Советский Союз прекратил свое существование 25 декабря 1991 года. Все. Понимаете, вот то, что мы сейчас наблюдаем, я приведу вот то, как я это воспринимаю. Это все равно, что современная Македония будет праздновать День Победы в битве при Голгомах в 331 году до нашей эры. Или современная Италия будет праздновать День Победы во Второй Пунической войне. Минуточку. Римской империи уже не существует. После того, как рухнула Римская империя, современная Италия возникла спустя тысячу лет. После того, как рухнула империя Александра Македонского, современная Македония, точнее, правильно сказать, Северная Македония, они изменили свое название, она возникла спустя полторы тысячи лет. Господа, ну давайте мы все-таки на одну минуточку станем реалистами. И давайте будем говорить так, ну да, название похоже, ну да, тогда против карфагенян воевали римляне, а сейчас столица Италии Рим, ну да, тогда была Македония, и царь был Александр Македонский, который победил Дария Третьего в битве при Кавгамарах. Никто с этим не спорит. Но вот сейчас то, что у нас это победописие творится, это мне напоминает, вот если реконструировать вот приблизительно такую конструкцию. Вот это я так воспринимаю. Если я не прав, Александр, пожалуйста, поправьте. Дело в том, что Россия, если посмотреть последние 20 лет, не имеет никаких успехов, и поэтому решила приватизировать себе эту самую победу, что называется примазаться. Как-то странно это все звучит. Мы победили, вот Путин говорит, мы победили, он победил. Где он вообще был? В 45-м году его и в проекте не было. Это все как раз понятно. То есть используется празднование 9-го мая в таких циничных политических, прагматических целях. Больше ничего за этим не стоит. И это вдвойне подло и цинично. На костях десятков миллионов погибших делать такой дешевый политический пиар. Я тем более добавлю, что просто давайте господа мы включим элементарную логику и школьные знания арифметики. Самый младший ветеран Второй мировой войны, ему сейчас 90 лет. Согласно официальным данным Росстата, хотя это лживые данные, но бог с ним, возьмем официальные данные. Средний возраст в Российской Федерации продолжительной жизни 72 и девять десятых года. Реальные данные 67 лет. Помилуйте, какие 90-летние ветераны, о чем вы говорите? Это я вот просто когда я это вижу, я руками развожу. Сейчас как раз появилось это очень негативное с моей точки зрения явление, как ряженые ветераны. Именно ряженые. Когда появляют весь интернет, он уже полон фотографиями вот этих ветеранов со всеми регалиями, и люди просто показывают, ну такого не могло быть. Просто не могло. Когда там какая-то бабуся с погонами генерал-лейтенанта, она пустой голове прикладывает, отдает честь, и у нее две звезды Героя Советского Союза. Ну это что такое? Я вам, Юрий, скажу больше. Несколько лет назад, когда мой отец был поздоровее, ходил активно, работница администрации приглашала его на 9 мая как раз к ветеранам. Он сказал, помилуйте, я с 31 года, какой ветеран войны, вы что? Ну, вы такой пожилой человек, ну что вам это самое стоит? А, понимаете, тут чисто такой меркантильный интерес, я уже понял. Под празднование 9 мая выделяются нехилые деньги на эти встречи, попойки, сабантуи, с так называемыми ветеранами. Их уже нет, но каким-то образом нужно отчитаться, поэтому и тянут 80-летних людей, так называемых узников 45-го года рождения и так далее. Полный бред. И я обратил внимание, что 9 мая все больше и больше этих самых скамеек для этих самых ветеранов. Понимаете, обратный процесс пошел. С каждым годом у нас ветеран становится все больше и больше. Просто совести у людей не хватает идти. Сюда цепляют на грудь всякие памятные медали 60-летия победы, 70-летия с какими глазами. Я так думаю, вот бы сейчас поднять этих настоящих ветеранов, что бы они сказали про этих самых самозванцев. А это культивируется. Вот что. Да в том и дело, что сейчас наблюдается еще и другое явление, что сейчас вот да, вот эти вот 70-летние старики, они действительно, я не обо всех говорю, но я лично наблюдал эти вещи, что когда вот люди, которые родились после войны, они, прошу простить, но я сейчас назову вещи своими именами, они цепляют себе на грудь боевые награды своих отцов, которые у них остались, у них лежат там в столе, в комоде, в шкафу и идут с этими боевыми наградами. Я напомню, дорогие друзья, что вообще-то по российскому законодательству это уголовное преступление носить чужие боевые награды. И вот кстати, я напомню еще об одной вещи, что носить георгиевскую ленточку это уголовное преступление. Я напомню, что откуда вообще взялась эта георгиевская ленточка, что после русско-японской войны, когда 1904-1905 годов, тогда царское правительство раздавало георгиевские кресты массово, и их просто не хватало для изготовления. И вот тогда на шинель, поверх шинели вешали георгиевскую ленточку, это называлось георгиевский бант. Тогда видели бант, значит идет заслуженный человек. Это боевая награда. И то, что сейчас делается с этими ленточками, я полностью согласен, это действительно превратили в фарс. Это боевую награду, подчеркивает слово, боевую. Ее просто замылили. И да, действительно, это превратилось реально в колорадскую ленточку. Вот что получилось. Так, друзья мои, но у нас время нашей передачи уже подходит к концу. Александр, спасибо вам огромнейшее за то, что вы пришли к нам в гости, что вы оказали нам честь. Спасибо вам за интереснейшую беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Анатолий, спасибо вам за вашу помощь. Но, друзья мои, как всегда, я напоминаю вам о главном. Выводы делать только вам. До встречи через две недели. Дорогой Юрий, уважаемый Александр, я просто хочу от имени наших радиослушателей действительно вас поблагодарить за такую интереснейшую встречу. я слушал просто открыв рот. В принципе, как я и всегда это делаю с гостями Юрия Гимельфарба, я эту передачу обожаю. Это, наверное, моя самая любимая передача. Но, тем не менее, вы знаете, настолько все правда и настолько все открыто и доступно к пониманию, что дай Бог вам обоим здоровья, не разу еще увидится у нас в эфире и надеюсь на скорую встречу. Будьте здоровы! До свидания! Всех благ!